У этих 150 резидентов работает почти 20 тысяч человек. Они отчисляют налогов в 10,5 миллиардов, а их годовой оборот сопоставим с бюджетом какого-нибудь региона. Вот такие масштабы у Межрегионального Союза Клуб Молодых Промышленников, который уже 5 лет действует в России и сейчас активно развивает региональные представительства. 6-е отделение 15 августа открыли в Алтайском крае. Возглавил его Артем Шамков, директор Барнаульского завода АТИ. Вошло в объединение 4 человека. Еще 5 заявок находятся на стадии рассмотрения. Основные критерии для вступления – годовой доход предприятия от 120 миллионов до 2 миллиардов рублей. Возраст участников до 40 лет тоже имеет значение, но не столь важное. Это объединение единомышленников. Это объединение людей, у которых одни цели, одни задачи. Они двигаются в одном направлении, плечом к плечу, для развития своего региона и для развития нашей страны. Основная идея клуба – помощь в организации делового сотрудничества между молодыми промышленниками. Иными словами, актуальные вопросы бизнеса можно обсудить с резидентами и использовать их опыт в решении существующих проблем. А расширение географии региональных представительств позволяет резидентам клуба находить деловых партнеров не только на территории России, но и за ее пределами. Клуб молодых промышленников создан под эгидой Минпромторга России и лично вице-премьера Дениса Мантурова. Поэтому внимание к его деятельности со стороны федеральных властей довольно пристальное. Банковская история, она всегда завязана на кучу регламентов и документов. И когда вы по формальным признакам где-то не подходите, очень сложно добиться от специалиста, который с вами работает, погруженности в ваш вопрос. У нас же есть возможность переговорить на верхнем уровне, объяснить текущую ситуацию, чтобы можно было посмотреть более внимательно. Резиденты клуба приняли участие в заседании круглого стола, на котором обсуждались возможности сотрудничества молодых промышленников сибирского региона. Кроме того, на совещании обсудили инвестиционные проекты, меры поддержки от Фонда развития промышленности, интересы работающей молодежи и работу промышленности в условиях санкций. С появлением отделения клуба Алтайскому краю будет легче донести свои проблемы на федеральный уровень и в целом развивать предприятия региона. Это наши помощники, которые нам могут и будут помогать в нашей работе по проведению различного рода мероприятий, форумов. Артем Беревич уже сказал, что планируется эта работа. Ну и я еще раз повторю, мы будем всячески помогать клубу молодых промышленников. Данил Кузнецов, Андрей Печоркин. День с толком.